Утро Карачаева Черкесия приветствует вас. Если май холодный, то год будет хлебородный. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов дал старт строительству башни Алан-Кала в высокогорном ауле Хурзук Карачаевского района. Это значимое культурно-историческое событие в жизни не только народов нашей многонациональной Карачаево-Черкесии. Оно имеет большое объединительное значение для всех народов Северного Кавказа и нашей Великой России, отметил глава региона. Православные верующие отметили светлый праздник Пасху. Накануне во всех храмах прошли праздничные богослужения. Осветили куличи и крашеные яйца. Алла Качиева подробнее. Пасха – это праздник победы над смертью и вечной жизни. Заканчивается строгий пост, который православные соблюдали 40 дней. Это праздник радости, это праздник надежды, это праздник знания. Не просто мы, знаете, предполагаем, что что-то вот такое. Мы точно знаем, что Господь открыл нам дорогу в вечную жизнь. Теперь все зависит от человека, от его намерений, от его совести, от его дел, от его поступков, от его веры и от всего-всего, что наполняет вообще нашу жизнь, так скажем, уже религиозную жизнь. И, конечно же, в этой религиозной жизни невозможно было, чтобы праздник Пасхи не наполнился своим, скажем, земным содержанием. И вот из области земного содержания – это такое, знаете, приветствие или пароль. Да, все говорят друг другу «Христос воскресе», а ответный пароль «воистину воскресе». Главному православному празднику верующие начинают готовиться за несколько дней, в дни строгого поста. Главное – успеть оригинально покрасить яйца и заняться выпечкой куличей. Готовимся к нему, пост держим перед этим, потом яички красим, пасочки эти, чтобы благополучие было в семье, детям, правнукам, здоровье, чтобы войны не было. Самое главное. Во всех храмах Карачева-Черкесии прошло праздничное богослужение. На воскресенье Христова у верующих принято посещать службу. В храм отправляются всей семьей в праздничной одежде. Это святое святых. Ждем эту Пасху, радуемся, что мы еще проживем, и все будет милее, согласнее, хорошее будет все. Пасха – это любовь, мир, благополучие. И самое главное – мир в душе и мир везде. Пасха – это святой, красивый праздник, праздник радости, праздник жизни над смертью. Чтобы праздник добра, чтобы все люди жили в добре, в мире, в согласии. И самое главное – здравие. А те испытания, которые Господь нам посылает, Он тоже очень много терпел. Мы должны терпеливо все принимать и побеждать, что ли. Всенушное обдение в церквях начинается около 23 часов в субботу. Во время службы священнослужители совершают крестный ход. В храмах торжественно звонят колокола, звучит тропарь. Я хотел бы, конечно же, всем пожелать радости, которую Господь принес нам. Чтобы эта радость пришла в наше сердце, пришла в нашу жизнь, пришла в наши дома. И эта радость наполнила бы все и настал бы мир. Чтобы мы ни с кем не ссорились, чтобы мы никого не хаяли, чтобы мы никого не осуждали, чтобы мы старались друг другу помогать. Вот пусть Господь нам в этом поможет. На Пасху принято подавать милость у ненуждающимся. Также верующие просят Бога о здравии, мире и благополучии. Алла Качива, Раслубердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее прогноз погоды. А в 9 часов смотрите Вести на Ногайском языке. Хорошего всем дня и встретимся завтра. В Карачаево, Черкесии местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2,7, в горах минус 3, плюс 2, а днем 13-18 градусов тепла и местами до плюс 9. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2,4, а днем 16-18 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова